Сообщение на информационном стенде торгового павильона гласит, в соответствии с федеральным законом номер 218, продажа алкоголя запрещена с 11 вечера до 8 утра. Однако продавец, видимо, забыла про другой закон номер 171, в одной из статей которого четко прописано, что с 1 июля пиво приравняли к алкоголю и его реализация на автозаправочных станциях, всех видах общественного транспорта и на остановочных пунктах его движения запрещена. На днях с целью выявления фактов незаконной реализации алкогольной продукции на территории нашего города был проведен очередной рейд. Осуществляются рейды, так как нередивые владельцы торговых точек также продолжают торговать спиртно-содержащими напитками. Была в данный момент проведена закупка спиртных напитков и сейчас составляется административный протокол на продавщицу, который торговал спиртными напитками. Стоит отметить, что подобные рейды, во время которых производится контрольная закупка, проводятся регулярно. Но это не пугает продавцов. Они, видимо, как и все русские люди, надеются на авось. Есть, конечно, и более осторожные. Те продолжают торговать пивом, что называется, из-под полы. Так вышла с киоском «Надежда». В витрине пива не было, но когда подошедший покупатель поинтересовался наличием данного напитка, продавщица спросила, какое желаете. Заметив участников рейда, женщина с завидной ловкостью заперла павильон. Кстати, данный киоск попал в поле зрения проверяющих еще в октябре. Тогда на работницу был наложен штраф в размере 3 тысячи рублей. Женщине также растолковали изменения в законодательстве в части реализации пива. Однако урок так и остался неусвоенным. Да, они без отказа всем продают. Также и несовершеннолетние. За которых также составляются административные протоколы. И то есть им сейчас просто штраф прозит? В данный момент, да. И после чего также будет вынесено постановление о запрете торговли спиртными напитками. Итог нынешнего рейда – четыре павильона, один из которых оказался закрыт, а в двух, вопреки закону, продавали пиво. Нарушители, конечно, будут наказаны, но, возможно, это лишь даст повод предпринимателям проявить чудеса фантазии, чтобы хмельной напиток все-таки оказался в руках потребителя. Совместные рейды с целью выявления фактов незаконной реализации алкогольной продукции на остановочных павильонах будут продолжены. Продолжение следует...